Встреча с Битвой Нацией 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 при жеребьевке во всех номинациях, которые мы будем стараться соблюдать. Первое. Не должны в одну группу попадать команды из одной страны и, соответственно, если будут попадать команды из одной страны в процессе первичной жеребьевки, которая сегодня будет происходить, то они будут перемещаться по турнирной таблице в соседние группы, чтобы не было на стартовых позициях в одной группе 5 на 5 команд из одной национальной сборной. Сейчас мы начнем жеребьевку первого этапа чемпионата в номинации 5 на 5. Я, соответственно, должен проводить и отыскать процесс. Сейчас мы посмотрим, кто у нас здесь. Игорь, прошу вас. Итак, в первую группу попадает Украина-2. Украина-2, да. Итак, вторая команда в первой группе номинации 5 на 5, кроме России-1, Украина-2. Продолжаем, да. Это же корзина, да? Интересно. Так. Пожалуйста. Считайте. Во второй подгруппе у нас попадает команда Польша-2. Вторая группа, кроме России-2, Польша-2. Так. В третью попадает Украина-1. Украина-1. Третья группа номинации боев 5 на 5, кроме России-3, Украина-1. Это традиция. Традиция живемок. Открывайся, товарищ. Смотрим. Четвертая группа. Польша-3. У нас получается ситуация, в которой Польша-3 и Польша-1 оказываются в одной подгруппе. Согласно наших правил, они автоматически меняются с Украины-1. В итоге Польша-3 попадает в группе к России-3, Польша-1 получает в соперники Украину-1. Таким образом, чтобы не было совпадений. Чтобы не было совпадений, чтобы не было в первых кругах. И вообще, в принципе, максимально по всему ходу турнира мы будем уходить от столкновения команд, приехавших из одной страны по максимуму. Так. Продолжаем. Да. Вторая группа. Евгений, давайте вас. Так, в первую подгруппу попадает Беларусь-1. Очень сильная команда, сильные бойцы попадают в очень сильную группу. Да. Таким образом, у нас уже здесь третья команда, в первой группе 5-5. Ну, мы не будем. Спасибо. Украина-3 попадает в подгруппу к России-2 и Польша-2. Уже три команды из четырех сформированы в первую группу. Беларусь-2 попадает в подгруппу к России-3 и Польша-3. И, соответственно, финиширует в этой отборочной корзине команда Италия-1 попадает в группу к Польше, Украине-1. И, тем самым, мы завершаем пока третий группу. Да. Теперь мы досыпаем, да, наши дополнительные пятерки. Вмешаем их. Сейчас мы поймем окончательный состав первых четырех групп в пятерках. Итак, важный момент, да, кто у нас дополняет первую группу? Четвертая команда первой группы. Надеюсь, вы старались. Давайте посмотрим. И наши ветераны уже, фактически, команда Квебека. Команда Квебека попадает в первую группу. Опытные, сильные бойцы. Ну, сильная группа. Будем ставить объединение, пожалуйста. Смотрим четвертую команду во второй группе. Четвертая команда в этой группе USA-2. Команда Соединенных Штатов Америки. Это новички на нашем фестивале, но, безусловно, команды очень сильные и перспективные. Будем с удовольствием смотреть, что они покажут, потому что заявляют они о своих планах очень афициозно. Таким образом, известна четвертая команда, вы во второй группе. Продолжаем. Жеребьевку. Итак. Смотрим, кто попадает к нам итоговой пятеркой в четвертую группу. Третью. Третью группу, да, прошу прощения. Третью группу. United States of America первая. Соответственно, Соединенные Штаты Америки первая команда. Попадает в группу России-3, Польши-3, Беларуси-2. Соответственно, может получиться очень такая ровная, интересная группа, которая может преподнести сюрпризы. И последняя. Да, смотрим. Команда в четвертой группе. Команда уже не раз показывает свою доблесть на наших кристаллищах. Это команда Германии первая. Германия-1. На этом первичная групповая жеребьевка завершается. И мы хотим огласить отдельно команды, попавшие в пятую группу. Нужно понимать, что фестиваль разрастается, у нас приходят новые и новые сборные, новые участники. Многие из них, безусловно, еще не совсем дотягивают до, скажем так, высоких стандартов. И для того, чтобы пробиться в высшую лигу абсолютную, они должны показать доблесть на ресталлище с равными соперниками. Соответственно, сюда мы попадаем в пятую группу. Команда Израиль-1. Первая команда пятой группы. Соединенные Штаты Америки-3. Дания-1. Балтика-1. Я напоминаю, что национальная сборная балтийских стран это состоящие из граждан Литвы, Латвии и Эстонии, выставляют тоже свою национальную сборную объединенную. И вот это их боевая пятерка. И финально Австрия-1. Таким образом формируется пятая группа бойцов, которые в соответствии с турнировыми правилами будут претендовать на выход в следующий круг. Таким образом нам стали известны все пятерки после жеребьевки в номинации 5 на 5. И я сейчас оглашу итоговые результаты жеребьевки. Группа-1 номинации 5 на 5. В нее входят Россия-1, Украина-2, Беларусь-1, КВБК-1. Группа-2. В нее входят Россия-2, Польша-2, Украина-3, USA-2. Группа-3. Россия-3, Польша-3, Беларусь-2, USA-1. Группа-4. Польша-1, Украина-1, Италия-1, Германия-1. И группа-5. Это группа дебютантов. На первом круге соревнований я напомнил, что они воюют между собой. И только две из них лучшие будут иметь шанс выйти во второй круг соревнований. И в эту пятую группу входит Израиль-1, USA-3, Дания-1, Балтические страны-1 и Австрия-1. Таким образом, я поздравляю всех вас с жеребьевкой первого этапа номинации 5 на 5 на чемпионате мира Битва наций 2012. Спасибо большое всем за внимание. И сейчас будем переходить постепенно к жеребьевке одиночных бойцов. А по пятеркам вот жеребьевка прошла. Еще раз вас всех приветствуем. С Богом. И ждем в Варшаве. Да, ждем в Варшаве. Субтитры создавал DimaTorzok